Настоящий хороший папа – это прежде всего огромная работа и личный выбор. Кто-то хотел бы брать с него пример, другие до сих пор крутят пальцем у виска. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, лучший папа Юрий Змейков. Многие мужчины ошибочно думают, что роль папы ограничивается пафосной встречей супруги из роддома и отчеством в паспорте. А вот наш герой Юрий Змейков совсем не из таких. Расставляет неправильные приоритеты, то есть работа, карьера, еще что-то. А дети, то действительно куда надо вкладываться, то действительно что нужно развивать, об этом они как-то забывают. Сейчас в большом семействе Змейковых семеро детей. Это не считая Димы, который уже выпустился из приемной семьи и предпочел самостоятельное плавание. К его истории мы еще вернемся. А сначала расскажем о самих родителях. Юрий и Анна всегда мечтали как минимум о троих – своих. Но за первенцем пошли в детский дом. Ты говоришь «семеро», ты просто сам в ужас приходишь от этого, а когда не замечаешь, что у меня семь детей. Юрий вспоминает, как долго и настойчиво их отговаривали от этого шага. 26 лет, родятся свои, шепнули даже, что со справкой о бездетности процесс усыновления пройдет быстрее. Но начинать семью с обмана они не хотели. Критерий был только один – это должен быть малыш до трех лет. И когда я помню, я тоже в органах опеки смотрю, такие, ой, ну как-то у вас все там прочерки, прочерки, вы, наверное, не отдаете себе отчет от чего. Как же вы будете выбирать-то, как же вы будете это? И тогда вот я встал такой, стою у самого какое-то такое волнение, думаю, ой, сейчас опять что-нибудь скажу, там что-то это. И тут как раз супруга подошла на помощь, такая говорит, ну вот как сердце мне подскажет, ну будь то мать, будь то девочка, как сердце мне подскажет, того как бы возьмем. Но мы договорились, когда мы ехали, мы договорились, что мы возьмем, ну может быть это как-то безрассудно, но мы сказали, что мы возьмем первого, которого покажут. Второго ребенка они не стали смотреть принципиально, иначе забрали бы сразу двоих. В последующие разы, когда мы приходили, то есть он уже сразу, мы даже вспоминаем, когда мы уходили, мы прям слышали, как он плачет. То есть он прям вот с первого, так сказать, момента, он сразу тоже нас, можно сказать, выбрал. Так в семье появился Алеша. Сегодня, спустя 9 лет, Юрий честно признается, что себе самому тогда бы ребенка не отдал. Кроме интуиции и любви, необходимы вполне земные знания. Я вспоминаю, как мы с утра просыпаемся, и он лежит, и мы проснулись, и мы вообще что-то сделали. Они так же, как и все, учились менять памперсы и варить каши. А когда в процессе воспитания наметился прогресс, не откладывая в долгий ящик, пошли за вторым ребенком. Через три месяца Анна сообщила мужу о беременности. Недавно мне попалась одна статья, точно не помню автора, и там я вычитал такое выражение, что либеральное воспитание ребенка – это добровольное увольнение себя с ролью родителя. И вот здесь я согласен. Со стороны эта семья кажется идеальной. В доме чистота, детки сыты и ухожены. Мальчишки копаются с папой в гараже и помогают строить баню, девочки берут пример с мамы. Но только приемные родители знают, чего стоит такая идиллия. Как страшно доверять свои сомнения психологам и бояться, что так и не получилось стать настоящей семьей. В нашей силе вложить что-то в ребенка. И вот я считаю, как отец, он должен вложить свой образ в этого человека, чтобы в будущем он его нес. Если у него была бы, будет какая-то жизненная ситуация, когда произойдет что-то такое, у человека, когда он будет стоять перед выбором, и он сделает этот правильный выбор. Папа строгий у вас? Да. Да. Он веселый. Веселый? Папа у нас замечательный папа. То есть без помощи папина тут, как говорится, ничего бы не было. Каждый ребенок уникальный, который попадал с каждым ребенком, приходилось работать. Просто ребенка первое нужно принять таким, какой он есть. Это удивительно, но каждый приемный ребенок, независимо от своего возраста, требует того, чего не получил от настоящих родителей. Например, спустя пару недель Кирюша наотрез отказалась самостоятельно одеваться, а Алексей каждую ночь просыпался и плакал. И это не каприз, а сложный психологический момент, говорящий о том, что ребенок, наконец, начал доверять и требует возместить внимание взрослых. Мы брали его на руки, как маленького, просто качали, и он успокаивается, и вот где-то в течение месяца вот эти вот кошмары, вот, они как бы ушли. Появление каждого нового члена семьи всегда оговаривается на семейном совете. Матвей, например, был очень рад приезду Саши, но за переезд в другую комнату выдвинул ряд условий. Потребовал вернуть синие обои и настоял на поездке в Макдоналдс. Это не было условия, да, в этом, как раз мы говорим, тоже это воспитание, своего рода у ребенка есть свое я, то есть у него есть условия, на которых он готов. У нас же тоже есть условия, у него. Сегодня Юрий уверенно отметает многочисленные мифы о приемных детях, будто невозможно бороться с генетикой или стать авторитетом для взрослого парня. Не каждый подросток хочет семью, но неправда. Я считаю, что любой подросток хочет семью. Когда он говорит правильно, это страх. Во-первых, страх, что его опять предадут. Это страх о чем-то неизвестном. Опыт общения с ребенком, от которого снова отказались, был как раз у Юлии. Этот страх засел так глубоко, что единственным инструментом выживания девочка выбрала козни и обман. Жалко наших детей, потому что действительно, когда они говорили, да нет, нет, она это делает, там, типа, специально, это Юля, она так в глазки смотрела, и мы верили в ней. А когда это все вскрылось, мы же вам говорили. Юля попала в семью Змейковых, когда ей было восемь. Через месяц стало известно, что у нее есть старший брат, воспитанник Келатомского дома-интерната. Брать в семью подростка они и не собирались, но Юрий твердо решил, что его приемные дети не должны терять связи с родственниками. Так юноша стал приезжать сначала на выходные каникулы, на правах друга, семьи. И это стало еще одним уроком для всех. Ну ладно, ну, не предупредил, ну загулял, мы с тобой друзья, но дело-то житейское. Да хорош тебе, ну не парься, ну все нормально, сам-то был-то таким-то, да хорош, ну ладно, погуляли, покурались, ну постараюсь, чтобы такого нет. Спас очередной конфликт, когда папа уже аргументированно дал понять, что такое семья. Вы запомните, нашим детям не нужны друзья. У них друзей очень много на улице, у них друзей полно в училище, у них друзей полно в школе. Им нужны, они пришли в семью за папой и мамой. Если не за папой и мамой, то за тем значимым взрослым, на кого можно опереться. Самый большой ресурс их семьи – это старшее поколение. Ура, мама приехала, бежала бабушка, вгоняя детей. Вот это иногда бывает, да, и такие случаи. Дедушка, как человек военный, легко управляется с этим курсом молодого бойца. Труднее всего приходится деду Морозу и маме. Попробуйте накормить и обстирать такое семейство. Иерархическая такая вот составляющая присутствует, иначе это будет просто хаос, и ей это удается поддерживать, вот именно благодаря ей. Мы как парни, мне кажется. Ну да, да, то есть получается, что дети помогают. Один тоже из мифов, который разрушился, когда я стал приемным родителем, у меня все время думал, ну дети, 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 прежде всего. Я всегда говорю, нет, прежде всего моя супруга и я, потому что тогда, когда мы с ней нормальные, здоровые, уравновешенные, от этого здорово всем вокруг. Так в их семье появилось правило хотя бы раз в год на 3-5 дней отдыхать без малышни. А хорошо быть в такой большой семье? Да. Самые тяжелые – это уроки, это самое большое испытание. Мне почему-то кажется, что вся система образования построена на том, чтобы не было многолетних семей, потому что ты полностью должен одному ребенку отдавать все. В их семье не существует такого понятия, как «свои и чужие». Сегодня Юрий Змяков руководит Ассоциацией приемных родителей и помогает таким же отзывчивым людям, как он сам, правильно отдавать свою любовь детдомовским детям. Семья должна оставаться величиной постоянной. И это я принес в свою семью, потому что у нас тоже есть какие-то праздники такие именно семейные, то же самое Рождество, какие-то такие Новые годы, а все мы стараемся проводить теперь здесь. Тем более, что Анна – прекрасная хозяйка, в свое время именно через желудок проложила путь к сердцу любимого мужчины. Сижу, ем, что-то такое, в кушнике. Она говорит, ну, это я на скорую руку, то это, и при себя еще тогда задумался, думаю, а что же будет, если не на скорую руку? Пока в процессе усыновления они делают паузу. Но это вовсе не значит, что Юрий и Анна откажут в поддержке чужому ребенку, который нуждается в совете. Если малыш доверяет тебе настолько, что считает и называет папой, какая разница, сколько черствых людей назовут тебя сумасшедшим? Перестали. Как раз, когда мы брали Юлю, да, очень многие смотрели, да, типа, ну, как было бы, и что там. Это сейчас как-то мы поняли, что это вот, как я говорю, это вот не часть нашей жизни, а дети – это вот уже наша жизнь. Редактор субтитров А.Семкин